Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами сделаем декоративную композицию для нового года с помощью двух свечей, миски из икеи и декоративного материала. Что нам потребуется, на что нужно обратить внимание? Смотрите, во-первых, я взял миску из икеи, а так как она обычно бывает серебряной, но мне этот цвет не подходит, я ее покрасил в золотой. То есть, простое решение, быстрое, потому что я хочу сделать композицию в золото-красной гамме. Дальше нам понадобится вот пол кирпича, оазис, который мы просто ставим в нашу миску. Можно закрепить с помощью лягушки, скотча анкора, но нам это не потребуется. Декоративный материал, обязательно иголки, которые я собрал в Сочи, длинной сосны. Дальше нам понадобятся остатки от наших осенних работ. Как я говорю, мы ничего не выбрасываем, работаем со всем. Это остатки от колосков, которые вот остались, и сейчас у меня их достаточно. Я их настриг разной длины и буду использовать в эту работу. Проволока, ножницы, клеевой пистолет, зажигалка, кусачки и, конечно же, свечи. Для начала мы работаем со свечами. Мы берем свечу, нет, мы берем проволоку, настригаем ее под углом. И дальше мы ее начинаем внедрять в нашу свечу с помощью зажигалки. Берем, нагреваем ее и вставляем в нашу свечу. Воск плавится и проволока отлично вставляется и, когда подсыхает, хорошо держится. Таких проволок сюда нужно вставить около 10, потому что они будут держать нашу свечу. Ничего страшного, если они будут на разной длине. Первая свеча готова. Примеряем ее. И вторая должна быть чуть выше первой. Тоже берем проволоку и внедряем ее в нашу свечу. Принцип, как раз по которому мы работаем тут со свечами, что крупные элементы, когда мы их поднимаем наверх, они смотрятся легче и, скажем, визуально лучше, красивше, можно сказать. Лучше сделать 10 проволок, если свеча слишком толстая или высокая, 15, чтобы они держали свечу, чтобы она ни в коем случае у клиента никуда не делась. Так, еще немножечко проволоки. Так. И внедрили еще одну. Вот. Поставили вторую также в оазис. Примерно так. Вот их поближе друг к другу. Так. Если нужно, подгибаем. Дальше мы берем нашу траву и начинаем активно утыкивать ей оазис. Под разными углами это делается быстро. Можно сразу же по несколько пучков брать. И быстро вот таким образом утыкиваем наш оазис. Вокруг свечей, чтобы сделать такое солнце, можно сказать. Лучи. Опять же, насчет длины не говорю точные размеры. Берем разную длину. Таким образом мы еще создаем такую настоящую, можно сказать, зимнюю фактуру. Пушистую, немножечко остренькую, заледеневшую. Если у вас нету остатков с осени, например, сена, то это могут быть, например, зубочистки. Тот же самый эффект дадут. Во-первых, тут еще красота в том, что мне хотелось тему золота, как следует подчеркнуть в новогодней флористике. И поэтому я и взял как раз, скажем так, рожь, ее остатки. Мне кажется, они классно сработают тут со свечами. И как раз вот этот эффект свечения такого подчеркнут. Продолжение следует... Так, мы уже по всему диаметру примерно предположили, какая у нас высота будет нашей вот этой работы. Дальше мы начинаем утыкивать более плотно. Дальше мы начинаем утыкивать более плотно. После того, как мы поставили основные наши такие направляющие, мы берем шары, как элементы, которые у нас на шпажках, и внедряем их в композицию. Сначала начинаем с крупных. Во-первых, я должен подчеркнуть тут две темы, как минимум. Это тему золота и тему красного цвета, которые являются, скажем так, самыми классическими новогодними темами. Так, дальше мы берем наши травинки и начинаем их пропускать через центр. Просто под разными углами внедряем нашу работу. Так, просто под разными углами. Эффект получается тот же, что мы работали и с иголками. Унедряем нашу работу. Как раз оазис начинает скрываться. А вот то, что мы внедряем поперек, оно начинает более и более фиксироваться, из-за того, что мы начинаем все больше и больше наращивать наш объем. Так, затем мы берем наши иголки и начинаем тоже так же их просто вставлять в нашу работу. Под разными углами. Просто продеваем наш материал. Иголок тут можно внедрять очень большое количество. Можно сейчас еще пойти таким образом, что внедрять и палочки, и иголочки, чтобы как можно быстрее закрыть нашу техническую всю часть. Обязательно крутим композицию. Главная наша задача с вами добиться вот этого эффекта свечения. Видим, как очень быстро у нас композиция заполняется и приобретает такую форму уже. Это все можно еще будет закрепить с помощью клея ПВА, немножечко промазав эту работу всю клеем ПВА. Но я бы, честно говоря, оставил ее вот именно такой. Дальше я хочу внедрить несколько листьев магнолии. Я их просто кладу в работу. Сухие. Для того, чтобы опять же закрыть оазис наш. Положил в работу. Дальше внедряю шишки и декоративные материалы. Мне их не нужно никак закреплять. Я их просто кладу на наши иголки, и они начинают с ними вместе взаимодействовать и держатся очень хорошо. Так, мы просто берем и кладем ее ближе к середине, прижимая. Все отлично держится. А какие-то шары, которые у нас вот такие декоративные, мы можем просто одеть на кончик. И добавляем дальше мелкие наши шарики. Вставляем тоже что-то выше, что-то ниже, что-то дальше, что-то ближе. Как раз лиц магнолий, чтобы закрепить, можно просто через шарик бродить Какие-то шарики мы просто сейчас вешаем. Немножечко маленьких красных шаров. Вглубь, поближе к середине. И можно еще немножечко веток, иголочек сверху добавить, чтобы немножечко бывает хочется скрыть этот яркий новогодний блеск. Иголок и наших вот этих палочек. Таким образом вы видите, как быстро просто делается эта композиция, как просто она заполняется и смотрится достаточно эффектно и объемно. И по сути вам ничего не нужно, кроме каких-то длинных палочек. Это могут быть остатки от чего-то. Или шпажки можно взять, купить, чтобы было более коммерчески. Так. Мне очень нравятся вот такие работы. Я их называю в голландском стиле, потому что голландцы, они очень ценят свое время и всегда хотят, чтобы затраченное время было оправдано с точки зрения, скажем, работы. У нас с вами получилась вот такая работа. Причем мы использовали клей, чтобы только зафиксировать шарики на шпажках. В целом работа приятная, классная и главное, что фактурная. Потому что гладкая поверхность нашей миски, гладкая поверхность шариков, матовая поверхность наших свечей очень классно читается и очень классно смотрится благодаря той фактуре из иголок и палочек, которую мы с вами создали. Всем желаю отличного новогоднего настроения и до встречи с вами на новом мастер-классе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!